МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все подробности у Романа Никифорова. Но Белый дом стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины, что состоялся в конце июля, выложил без купюр. Трамп подставил Зеленского или преподал урок. Я должен признаться, что многому мы научились у вас. Вы показали нам примеры, мы переняли у вас многие навыки и знания. Мы ведь тоже пытаемся осушить наше болото. И вы для нас первоклассный учитель. Учиться, учиться и еще раз учиться. Трамп доказал, главой государства можно стать, не имея никакого политического опыта. А в любой непонятной ситуации надо делать шоу. У Трампа, например, есть рыжая шевелюра. У Зеленского – красные трусы. Трамп показывает, что он боец в прямом смысле слова. И Зеленский не отстает. Изучает тайский бокс. Американский лидер – эффективный и жесткий руководитель. Любимая фраза – вы уволены. Вот и украинский президент. С плохими чиновниками не церемонится. Трамп затеял ремонт Белого дома за 3,5 миллиона долларов. Заменил ковры, обои, повесил золотистые шторы. Зеленский пошел еще дальше, просто переехал в новое здание, где, к слову, предложил разместить американский фастфуд. В среду на личной встрече двух лидеров выяснилось – Трамп тоже наслышан об Украине. Хоть знания и специфические. Я проводил на Украине конкурс «Мисс Вселенная» много лет назад. И у нас был победитель из Украины, я думаю, с огромным потенциалом. Теперь же и большой потенциал, и национальный колорит Трампа не радуют. Тема украинского борща в американской политике грозит обернуться новым «Отергейтом» с пампушками. Это печальная неделя для нашей страны. С молитвой и патриотическим настроем мы пришли к решению, что нужно двигаться вперед, к импичменту президента Соединенных Штатов. В центре нынешнего скандала 49-летний Хантер Байден. Его отец – главная надежда демократов на грядущих президентских выборах, который до 17-го года был вице-президентом. После Майдана ездил на Украину, уступал в Раде. Вы должны бороться с коррупцией. Пока Байден старше украинцев получал, младший вошел в Совет директоров украинской же газовой компании «Бурисма». И, как утверждают западные СМИ, неплохо заработал. Якобы в месяц получал 166 тысяч долларов. Звучали даже обвинения в отмывании денег. Миллионы долларов, миллионы и миллионы долларов были вывезены очень быстро, пока он был вице-президентом. И я думаю, что они должны дать объяснение этому. На Украине в 2016-м деятельность компании вроде бы начали расследовать, но затем генерального прокурора сменили, а дело замяли. И сейчас вот снова вспомнили «За океаном». Американская разведка сдала своего же президента. Ее осведомитель написал жалобу, что Трамп якобы надавил на Зеленского, чтобы тот возобновил расследование. В ответ «Белый дом» и решил опубликовать стенограмму, где имя Байдена действительно звучит. Байден везде хвастается, что он закрыл дело. Так что, если бы вы могли разобраться с этим, мне это кажется ужасным. Новый прокурор будет стопроцентно моим человеком, моей кандидатурой, которая одобрит парламент, и он откроет новое дело в сентябре. Он или она разберется с ситуацией, особенно с той компанией, о которой вы говорили. Минюз США в этом тексте нарушений закона не нашел. Но демократам все равно. Позицию критиков Трампа в интервью нашему каналу представил мэр города Эттлборо из штата Массачусетс Пол Херу. Президент США попросил иностранного главу государства посмотреть компромат на своего оппонента. Это не было типичным шантажом. Но это было в духе «сделай мне одолжение, изучи сделки сына Джо Байдена». При этом мэр признает, что не все импичменты одинаково полезны. Если у демократов не получится довести процедуру импичмента до конца и сделать все задуманное, это может повлиять на их репутацию. Если же демократы все же дойдут с импичментом до Сената, я не думаю, что Сенат проголосует за. Эта история может помочь Трампу в предвыборной кампании. В ближайшее время жертвами скандала могут стать сразу пять чиновников Госдепа, в том числе спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Что касается самого Трампа, то он в ярости. «Это позор для нашей страны. Это очередная охота на ведьм. Опять за старое». Зеленский же оказался между двух огней. Демократам вряд ли понравились его обещания Трампу. «Украина становится не любимой саужанкой. Она становится такой саужанкой, но уже не очень любимой, вредной, которая начинает заигрывать с хозяевами, то с женой, то с мужем. Любой разговор с Украиной, он не будет восприниматься как ранее. Вот по дачке, вот погладить по головке, вот пригреть и так далее. Все будут ожидать какой-то токсичный удар, каких-то компроматов, провокаций». Да и с другими спонсорами и покровителями Киева, странами Евросоюза, как-то неудобно получилось. «Я разговаривал с Меркель, мы с ней встречались. Виделись мы и с Макроном. Я им сказал, что они недостаточно делают по вопросам санкций. Могли бы больше. Они не добиваются их выполнения. Для Украины санкции не работают, как должны. Если посмотреть логически, нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС. Но на деле США гораздо важнее». Дошло до того, что даже американские комики забыли о корпоративной солидарности и своих телешоу потешаются над бывшим коллегой. Но даже самый важный партнер неожиданно призывает не про санкции думать, а самим что-то делать и договариваться с Москвой. «Я очень надеюсь на Россию, потому что я верю, что президент Путин хочет что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы с президентом Путиным сумеете договориться и решить эту проблему». Хотя еще остается надежда, что геополитические стрелки переведут на кого-нибудь другого. Вот глава Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси закинула удочку. «Кстати, я думаю, что Россия тут тоже приложила руку». Правда, эта версия нуждается в серьезной доработке, ведь пока на роль агента Кремля подходят только две кандидатуры – информатор, сдавший Трампа, или сама Пелоси, которая, в общем-то, и раздула этот скандал. Роман Никифоров, Мария Солопова, Алексей Антонов и Константин Джуховицкий. Программа «Вместе».